Уэйтс, в чем дело? Андроиды с цепи сорвались, нападают на всех, кого видят. Я не знаю, что происходит. Они уже не просто атакуют нарушителей, они как будто охотятся. На кого? На всех и каждого. В каком смысле? Погодите. Продолжение следует. Продолжение следует. Трофим, продолжаем двигать. Чужая изоляция. На повестке дня корабль Севастополь и сумасшедшие андроиды. Восстание машин. Ну вы слышали, Свенсон там все нам объяснил. Машины сходят с ума, андроиды, или их кто-то перепрограммировал. Ну, пока не ясно, что на самом деле случилось. Наша задача добраться до штаба, начистить рожу Свенсона за то, что он, так сказать, на живца в прошлой серии нас отправил с чужим разбираться. Помните, да, подставил. Ну, не то, что подставил, просто не соизволил согласовать вопросы по поимке чужого, а отправил нас на живца. Чуть мы не попались в лапы этой твари. Так, теперь в этой же серии попытаемся пробраться в штаб и поговорить вообще, обсудить, какие дальнейшие планы. Как вы могли слышать, Свенсон сообщил, ну я его Свенсон буду называть, командиром. Свенсон сообщил, что падла какая, ну не то, что, короче говоря, с ума сходят андроиды. Держись, крайне осторожно передвигайся. Они агрессивно себя ведут, вы слышали, да, ну и нападают на людей. Поэтому давайте аккуратно пробираться до штаба. Так, на дробовичок у нас с вами по нулям. Что я могу сейчас поставить? Ну, давайте пока с револьвером подвигаемся. У нас СВУ собрать вот эту вот, мне понравилась гранатка. Типа гранаты, да, у нас. Вот М-мина можно собрать. Давайте, почему нет. Сейчас пригодится, если с андроидами воевать, согласитесь. Каждая мина, каждая гранатка на весь золото. Отлично. А что она вообще, эта М-мина? М-заряд детонирует при ударе и посылает электромагнитный импульс, временно выводящий из строя андроидов. Его можно превратить в мину. Вот. Давайте-ка его возьмем в руки. Почему нет? Это М-мина, и у нас их три штуки, бля. Если что, сейчас андроиды тут пачками ходят, а то в прошлый раз я там не успел сориентироваться, резко появились, видели, да? Их два штуки уже проблематично. Один там, ладно, куда не шло. В чере, в этот, в чере подстрелял с дроби, вот как сейчас вы видели. Там он свободно положил, а когда их два, двое, трое, уже проблематично. Так, хорошо. Так, подожди, подожди, я прошел нам сюда похуже, да? Или нет? Так, подожди. Ну-ка, дай-ка, давайте-ка присядь. А там вон, по-моему... Так, так, а вон, 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 вижу отсюда. Или это мирный? Нет, это, по-моему, мирный житель. Тут надо крайне осторожно смотреть. Тут есть мирный житель, чтобы, ну, не завалить ненарок. Так, ладно, пока я револьвер... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь, а! Ну, кто меня со спины убил? Ну, поздравляю, а последнее сохранение где у нас? Последнее сохранение, мы же... Там сохранка была, это придется сейчас откуда начинать? Сейчас посмотрим. Так, это где мы? Ой-ой-ой, это я еще сохранялся в баре, вы помните, да? Ну, давайте на паузу. Какая-то сволочь видели, со спины меня положила. То есть, вот вам парадокс. Не парадокс, ну, то есть, надо действовать, крайне осторожно. Или... Ну, это навряд ли был андроид. Андроид обычно... Он бы подошел, предупредил там, ну, и задушил бы. А тут, видимо, еще помимо андроидов, посмотрите, охрана передвигается. Так что давайте крайне осторожно. Ну, в принципе, ладно, я на паузу тогда ставить не буду. Тут не так далеко... Тут мы уже... Ну, то есть, не так далеко ушли. Поэтому сейчас быстро дойдем, добежим. Все, тут я положил, помнится мне, андроидов, да? Ну, не андроидов, всех врагов. Так, поставим дробовичок. Так, поставим дробовичок. Подожди, колотушку тоже, кстати говоря, надо будет применить, блядь. Колотушечку тоже против андроидов у нас в шокере там сколько? Шесть-семь зарядов имеется. Вообще прекрасно можно работать, блядь. Я совсем забыл, вот патроны для револьвера взял. Так, знаете что? Подожди, подожди. Блин, как же он меня так со спины уложил, а? Вообще, оприходовал махом. Я его не заметил. Похоже, это был не гражданский овраг. Надо было сразу прикладывать. Так, перезарядимся. Ладно, сейчас разберемся. Сейчас разберемся, пацаны. Ну и, соответственно, нам надо... Так, подожди, а где этот проход был? Ну, нам надо будет с вами поговорить, разобраться, как же так Свенсон мог поступить. Уэйтс, в чем дело? Да, Уэйтс, Уэйтс. В сцепи сорвались, нападают на всех, кого видят. Уэйтс, они с вами. Я не знаю, что происходит. Они уже не просто атакуют нарушителей, они как будто охотятся. На кого? На всех и каждого. В каком смысле? Погодите. Так, видите, ну кто же их мог так перепог... Просто так же машина не будет, да, неадекватно вести. Ну, хотя там искусственный интеллект, вполне возможно... Ну, то есть, они там сами как-то смогли это сделать. Ну, то есть, андроид, там какой-нибудь главный у них андроид перепрограммировал всю систему, правильно? И они более агрессивно стали вести по отношению к людям. Ну, ладно, домысливать не будем. Давайте отработаем. Так, где-то здесь он должен сейчас появиться. Сразу отстрелять его, чтобы он не маячил. Можно отсюда прыгать. Вон он идет. Давайте-ка я его положу, дабы нам проще было. И наверху разберемся, кто же меня приложил там. Иди сюда поближе. Дробь хорошая, конечно. Мощный ствол, смотрите. Один разок ему в лобешник, блин. И второй. Все, заверещал, закряхтел. Да, он даже не успел, не прокряхтел в этот раз, да? Так, хорошо. Ставим револьвер. Сейчас я буду уничтожать эту падлу. Кто меня там со спины приложил? Так, подожди. Нет, мы все-таки этим путем пойдем. Там сохраночка была. Надо сохранить игру однозначно. Если вдруг убивать будут. Так, секунду. Все, давайте сейчас аккуратно в приседе проработаем. Проработаем в приседе. Так, чтобы мне понятно было, с кем воевать, блин. А, слышите, да? Я отсюда... Узнать легко. Мы понимаем, что создаем машины, а не люди. В целях безопасности каждый рабочий андроид-компании Сиксон перед активацией подвергается тысячам различных проверок. Сиксон, вместе к светлому будущему. Это я не сюда. Нам вот сюда. Так, вот он, вот он. Как он так меня со спины положил, блядь? Сейчас я буду крайне осторожен двигаться. А, так. Наверняка помощь уже близкая. Так, их там двое, да? Подожди, их там двое. Держал, гидро нарисованное. Будешь мне тут сказки рассказывать. Вот эта падла меня со спины положила. Видели, да? Красивенько мы его тоже. Но он в бронике, видишь? Там шлемак у него. Конечно, тоже. Тут три патрона потребовалось. Револьверных. Так, вы посмотрите, типа капсулы у них здесь. Ну, правильно, тут же отель. Не отель, а то есть люди-то. Там еще один, что ли? Ну-ка, тихо, тихо, бля, пацаны. Сейчас сохраним игру, чтобы проблем не возникало. И будем читать. Тут все более тщательно я осмотрю, что здесь. Так, тихо. Ну, вроде успеем. Сейчас сохраним. Так, замечательно. Сохранка прошла. Ну, а теперь можно внимательно все осмотреть. И вообще соорудить. Что-то у меня там опять нет места. Что мы можем? Сейчас, смотрите, у нас андроиды. У нас люди. Соответственно, все вот эти мины, взрывчатка в любом случае понадобятся. Так, вот СВУ я могу сделать. СВУ хорошая гранатка. Да? В прошлой серии мы попробовали. Неплохо на андроидах работает. Так. СВУ одну только я могу создать. Ну-ка. Так, одну. Или, так, электромагнитную тоже. Светошумовую. Посмотрим. Тоже не хватает. Ну, ладно, сейчас соберем. И подлечиться надо. Подлечиться. Отлично. Отлично. Теперь почитаем, что там за информация. Что там за информация в компьютере. Лично. Хайс, ты еще здесь. Почему у нас не хватило мозгов остаться на Анисидоре? Меня заперли в лаборатории в технобашне. Ради всего святого, вытащи меня. Лифты не работают. И тут везде трупы. Я слышу, как оно ползает внутри стен. Общее аудио. Держи язык за зубами. Микс, я понимаю, ты не в себе после того, как эта хреновина вылезла из фостер. Но пора бы взять себя в руки. Вчера в лагере в торговом центре ты надрался до беспамятства и наговорил много лишнего. Ты знаешь, как они на тебя смотрели? Я тебя утащил и больше нам там появляться нельзя. Никто не должен знать, что мы с Анисидорой. Вернусь, когда прослишься. Поняли, да? Тут своя движуха. То есть, заметили. Выживший тварь тварью. Чужой чужим. Имеется ввиду, своя движуха. Своя согласованные какие-то действия, махинации. Какие-то группировки, блин, организованные, блин. Или отбившиеся от рук, скажем так. Охрана вот эта непонятная. Кто вот это такие? Ну, это понятно, что охранники, каждый сам за себя уже. На этом судне уже после того, как тварь нарисовалась, каждый сам за себя. Никто не слушает ничьих приказов. Плюс еще взбесившиеся андроиды, конечно, сложно. Тут придется нам. Учитывая, что тварь где-то перемещается там по вентиляции. Так что, ребята, готовьтесь. Так, отлично. Так, готовьтесь, пацаны. Ну, отсюда можно, наверное, отваливать уже. Все, отлично. Сохранили игру на всякий случай, чтобы вдруг какой казус. Продвигаемся далее. Продвигаемся далее. Я сейчас буду, ну его нафиг, крайне осторожно. Еще раз, не забывайте, уровень у нас высокий по сложности. Поэтому спешить никуда я не собираюсь. Крайне аккуратно буду работать. Убивают они лихо здесь. Метко стреляют. Особенно в спину, заметили, да? Особенно в спину, прикладывает хорошенечко. Так, ага. Ага. Так, подожди. Тишина. Так, ну а тут все перекрыто. Уэйтс, тут проход заблокирован. Открыть как-то можно? Уэйтс. Эх, вы ублюдки, кровожженные ублюдки. Не смейте их трогать. А ну молите. Ой, 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 ой. Вы слышите? Завцы. Все. Ну Уэйтс уже... Уэйтс уже не жилец, я так понял. Уэйтс. Так, тихо, давайте-ка. Здесь припрячемся, бля. Все. Уэйтс у кукан, пацаны. Однозначно нарисовались андроиды. И прессиком надавили. Решили вопросик, перекрыли ему воздух. Короче говоря, придушили его. Андроиды, судя по всему. Судя по записи. Так, хорошо. Давайте теперь аккуратно работать. Куда нам дальше двигаться, пока неизвестно. Восемь патронов у нас. Я сейчас буду крайне осторожно двигаться. Ну его нафиг, блядь. Так, да тут можно в любую сторону. Оттуда мы пришли, да? Здесь я был? А, нет, тут и не пройдет. Так, Севастополь, Севастополь. Восстановить подачу энергии, ясно. Не все так просто, как хотелось бы, блядь. Так, ну-ка аккуратно. Так, а тут я пройду? А, тихо, тихо, тихо. Тихо, ребята. В жилой башне Соломон, вы найдете все, чтобы почувствовать себя как топом. К вашим услугам, галерея Соломон. Ну что, с тебя ничего не снимешь, что ли? А, так мы здесь были, я просто обошел. За порядком круглосуточно следят офицеры сборной безопасности. Правильно, правильно. Жильем вас обеспечивает компания. Так, а куда двигаться? Так, давайте-ка вот сюда. Дабы нам понять, куда передвигаться далее. То есть, везде, смотрите, все закрыто. Ходы. Найти другой маршрут. Другой маршрут, интересно. Где же я его найду? Ну, наверное, зря я пошел, пацаны. Зря я пошел назад. Там, да, то есть, возвращаемся. Тут внимательно просто надо все осмотреть. Зачем я назад пошел? Вот. Так, там, значит, у нас вход перекрыт, да? А нам, скорее всего, сюда. А, нет, эта дверь не открывается. Неактивная. Так, надо внимательно смотреть. Я мог вентиляцию пропустить. Скорее всего, так и есть. Если обходной путь, то однозначно надо искать вентиляцию. Сейчас разберемся. Или же все. Все-таки назад там возвращаться. Не уверен я, что нам назад надо так. Но тут везде все закрыто. Это понятно. Ладно, другого варианта я не вижу. Значит, возвращаемся. Там внимательно более осмотрим. Простите и конвертные возможности. Вливайтесь в нашу дружную семью. Сигсон вместе к светлому будущему. Сигсон вместе к светлому будущему. Этот Сигсон с ума сошел. Ну, Сигсон это же получается завод по разработке андроидов. Так, это я в самое начало пришел, правильно? Да. Обходной путь. А тут нам не откроют? Нет. Ладно, хотя бы сохраним игру. Чтоб не по сто раз это... Не проходить. Такс, такс, такс. Ага, вон там мы, наверное, сможем пройти. Я понял, куда нам двигаться. Я понял, пацаны. Такс, 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 такс. Такс, 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 такс. Да подождите. Нагадрой непросты. Они решили эмоции и скот с вас настоящими людьми. Они просто обеспечивают вам возможность спокойно жить. Не беспокоясь о жительских ночах. Они гениально просты и просто гениальны. Не, нифига, вы посмотрите мне. Так, и тут не пускай. Да я думал, может тут после того дверь открыла. Так, стой, стой, это что? Некий взять жетон, да? Ну, жетон это не пропуск. Жетон это не пропуск. Так, ладно, хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, слышу андроида. Слышу андроида, пацаны. Или там наверху кто передвигается. Блин, а куда идти, я что-то понять не могу. Внимание, уровень угрозы. Пожалуйста, сохраняйте. Упокойствие и ожидайте дальнейшего. Замудрили так, что тут смотрите, все закрыто. Все ходы перекрыты. Подать питание, ну да. Подать питание. Ну будем искать, что делать. Будем искать. Так, а обратно я не вернусь, да, получается или нет? А, ну посмотри, я обратно могу вернуться. Ну давайте, я наверное на паузе. Вдруг сейчас еще полчаса тут буду ходить. Так же не... Дабы это... Включусь, когда уже проход найду. Ну или что-нибудь интересное. Тогда включу запись. А то, может, я сейчас еще тут час буду бродить, искать проход. Итак, продолжаем. Нашел я проходик. Не заметил просто дверь. Тут рядом как раз где сохранить. Отлично. Давайте-ка попробуем, знаете что? Использовать вот эту вот мину. Электромагнитную еще не пробовали. Блядь, да что ж ты? Ладно, короче, у меня с этим джойстиком все никак привыкнуть. И СВУшную соберем. СВУшную соберем. Попробуем. Гранатки на андроидах. Не зря же я их собирал. Пока дают нам такую возможность. А то потом навряд ли предоставится такой шанс. Посмотрим, что она из себя представляет. Интересно, остался там кто в живых из них? Ну, судя по записи, навряд ли. Тишина. Так, а что я там еще могу создать? Что-то у меня опять там места много. СВУшную электромагнитную, свето-шумовую, наверное. А, нет. Вот еще одну электромагнитную. Отлично. Сейчас будем использовать. Раз такое дело, почему нет? Ну, мне думается электромагнитную. Какие там у нее свойства? Получается, она детонирует при ударе и посылает электромагнитный импульс. Электромагнитный импульс, временно выводящий из строя андро... Блядь. Блин, а ну... Не вовремя я, не вовремя. Ну, ладно, короче. Ну, вот ты за это ответишь. Так, подожди, дай-ка я отбегу. Вот за это... Ты зря это, приятель, сделал. Блин, да что ж ты так? Да беги ты побыстрее, булками шевели. Вот. Вот теперь можно использовать. Где он там? Давайте. Так. Да какая аптечка? Ёпарасетэ, блин, а. Ай, блядь. Не вовремя я не ожидал, что он появится. Поняли, да? Ну, ничего страшного. Получи. Во-во-во-во-во-во-во. Отлично. Подожди, подожди. Дай-ка я отбегу. Просто я не ожидал, что он резко появится, пока мы там собирали. И я сообщу, куда следует. Вот так вот тебе как, падла? Держал, 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 держал. Вот, вот и все. А с музыкой у нас получится гораздо лучше. Вот так вот, приятель. Ну, видели вы, да, как взаимодействует электромагнитная мина. Просто навсего выводит его из строя. В любом случае добивать приходится колотушечкой. Соответственно, давайте-ка полечимся. Не ожидал, конечно, что они так появятся быстро. Блин, у меня одна аптечка осталась. У меня осталась одна аптечка. Так, что мы еще можем собрать? Светошумовую, да, еще не пробовали. А светошумовая, что у нас? Детонирует при ударе андроиды невосприимчивы. А, ну, здесь не... Что там еще есть СВУ-шную? Давайте СВУ-шную попробуем. Тоже неплохая штучка. В общем и целом, понятно, как работает электромагнитная. Кстати говоря, ее можно использовать как мин. Там написано. Но она его полностью не выводит. Нет, она его как бы выводит не то, что из себя. Стопорить немного. В этот момент, конечно, приходится уже вручную добивать его. А вот это, то, что сейчас у меня в руках, СВУ, тут уже посильнее. Градус, да. Ну, то есть, полностью уничтожает их. Поэтому, конечно, она получше. Просто я, для чего их использую? Понятно, что можно было там с револьвера. Не зря же мы их делаем. Зачем я лишний раз вот этот хлам весь собираю? Надо же использовать, пока дают возможность. Потом просто на все может... Так, подожди, а куда нам идти эту? Блянь. Запутался. Так, давайте-ка пока фаер возьмем. Зачем я их таскаю? Все-таки гамму я не стал повышать, как я уже говорил. Пусть она такая остается для атмосферы. Чтоб, ну, если темно в помещении, то темно. Так и должно быть. А не как, а не светло, как днем. Ну, я уже об этом комментирую. Я пока так в наглую передвигаюсь, да? Обратили, да, внимание? Ну, есть гранаты, мины. Можно лицом к лицу, так скажем, повоевать с ними. Особо не... без опаски передвигаемся. Но это пока. Там дальше, конечно... Если их два, три, уже посложнее. Так, это у нас... Использовать рычаг. Так, подожди. Перед тем, как заходить в какие-либо подозрительные помещения, осмотримся. Может, еще какой-то иник тут найдем. Там, вон, смотрите, проход некий. Заряды для шокера. Великолепно. Кстати говоря, шокер тоже неплохо используют. А ты что, приятель, отдыхаешь, лежишь? Ну, он сейчас очнется. Сразу вижу. Мы уже должны к этому привыкнуть. Во-во-во-во-во. Не-не-не. Не годится. Не годится. Успокойся, кукла резиновая мне. Ха-ха-ха. Лучше дай-ка мне, а ты пустой. Ты у нас пустой, да? Ты у нас пустой. Давайте. Фаеров много. Пока фонаря у меня нет. Как вы можете, батарейки мы не нашли. Осмотримся. Так, все. Это я уже назад пошел. Ну, давайте попробуем вот здесь провезти, куда эта дорожка вынесет. Совсем обнаглело, да? А если, ну, то есть вылез так уверенно, мало ли кто здесь мог находиться. Так, ладно, положим пока фаер лежит. Мне так осмотреть все, чай. Компьютерок, ладно, сейчас мы почитаем, конечно. Что за запись? Это Рэмсон. Нам надо обсудить то, что случилось в госпитале. Да, ситуация жуткая. Понимаю, почему вы хотите разобраться с ней как можно быстрее и тише. Но я бы не советовал вам принимать поспешных решений. Давайте лучше поймаем существо живьем. Если обтяпаем это дело грамотно, можем озолотиться. У меня есть связи, Уэйтс, я все устрою. Ага, это он к Уэйтс обратился. Что вы будете делать, когда Севастополь закроют? Видите как, это андроид очередной, они ж хитрые. Помним фильм. То есть андроиды преследовали свою цель. Не то что свою, ту, которую им заложили на земле. Там же он тоже эксперименты над чужим решил проводить. И специально доставили его на судно. И, скажем так, противостоял. Не то что противостоял, но не согласен был с теми членами экипажа, которые были за смерть, за уничтожение чужого. Ему необходимо было анализ провести. И, соответственно, доставить на землю. Так же и здесь. Доставить на землю экземпляр, так скажем. Не обязательно полностью чужого. Но хотя бы какие-то анализы. Я не знаю, ДНК его. В общем и целом, здесь повторяется сюжет. Так, хорошо. Это что у нас? Такие скафандры интересные. Ладно, почитаем, что у нас в компьютерах расскажет. Интересно. Личное. Начало недели. Боя Примарло. Плазменный резак. Несанкционированная. Корабль Мострома. Общая ошибка. Какой-то паразит аудио. Уэйтс. Это доктор Лингард. Ко мне поступила пациентка с... Я даже не знаю, как это назвать. С каким-то неизвестным паразитом. Я вбила имя в базу. Эта женщина на Севастополе не зарегистрирована. Судя по всему, на станции она недавно. Вы об этом что-то знаете? Я не понимаю, чем занимаются люди Синглера. И как такое могло произойти в условиях карантина. Понятно. Это мы обратно вернулись. Кто знает, что еще они к нам пропустили? Все, мы уже в СБ. Попомните. Материнка ждет меня в смотровой. С ней человек, который ее привез. Ага. Немедленно приходите. Все, мы уже в СБ. Это то есть я пришел обратно. Откуда мы... Откуда мы начинали свой путь после того, как вышли наружу. Помните. После того, как мы побывали на корабле Чужого, нас именно сюда обратно кинули. Ну то есть отсюда мы начали свое движение. Вот. Практически пришли. Так. Хорошо. Знаете что? Я там не просмотрел одну комнату. Поэтому я сейчас не поленюсь. Вернусь, пацаны. Блин. Это что за просадка была? Я не понял. Видели, да? Так. Давайте. Я не поленюсь. Я не поленюсь. Откроем дверь. Этот рычаг. Дверь. Не проверили. Вдруг там какой-нибудь ствол нам еще предоставили. Или тайничок интересный. А потом уже будем дальше исследовать. Посмотрим. Там похоже всю команду передушили эти андроиды. Вместе с Уэйтсом. Вот. Смотрите. Вот эту вот дверь я не проверил. Так. Ага. А, ну тут информация очередная. Или что? Привет, угроза. Какие у вас планы? Привет, Мар. Ты, наверное, уже слышал. Станцию демонтируют. Какие у тебя планы дальше? У меня есть знакомые. Они меня подгонят работенку. Когда улечу отсюда? Обещать ничего не могу. Ну, может, они и тебе что-нибудь подыщут. В галерее уже начали закрывать магазины. Твой там так и стоит, заколоченный с прошлого года. Жаль, что так вышло, конечно. Никак у тебя дела не шли. Ты еще обещаешься с Маргаретой детишками. Я думаю, когда выберешься с Севастополя, тебе стоит их навестить. Если надумаешь, если, ну, короче говоря, какие планы, угроза безопасности. Блин, мы должны как-то выключить роботов-уборщиков. Они представляют угрозу для безопасности. Каждый раз, когда они приступают к уборке, возникает вероятность того, что они откроют дверь. Дверь твари, которая на нас охотится. Ну, или в лучшем случае выпустят внутрь мародеров. Ну, так оно и произошло, вы помните, да? Вот эти вот уборщики, которые мы запускали в прошлой серии. Всем обитателям Севастополя. Процедура вывода станции из эксплуатации уже начата. Пожалуйста, примите во внимание. На станцию прибыла бригада специалистов, которые составят опись имущества на Севастополе, а затем приступят к демонтажу. Оказывайте им всяческое содействие. У нас достаточно продовольствия и медикаментов. Изменение маршрута полетов кораблей снабжения не скажется на вашем качестве жизни. Тем не менее, если запас продуктов снизится до определенного уровня, будет введена система нормирования. Спекуляция о дефицитными товарами строго воспрещается. Строго воспрещается. О подозрительной активности сообщайте сотрудникам. Ну, ясно. Аудио. Люди напуганы. Я в лагере у торгового центра уже около суток. Люди напуганы. Но все еще верят, что Уэйт сможет прикончить эту тварь. Они забыли о других опасностях. Они вообще забылись. Отбирают друг у друга еду и воду. Патроны для дробовика. Отлично. Ну-ка, дайте-ка я сколько? Три патрона, блин. Три патрончика. Поставлю на всякий случай. Он так хорошо работает. Ох ты, батарейки нам дали. Он так хорошо работает против андроидов. Ну, все. В принципе, можно возвращаться. Все. Можно возвращаться. Обследовали. Дали нам информацию. Этот компьютер такой осведомительный, скажем так. Общую атмосферу нам прояснил. Общую ситуацию, что здесь происходит. Люди сходят с ума. Обезумели от страха. Начали. Каждый борется за выживанием. Плюс еще тварь. Плюс обезумели андроиды. Уничтожают друг друга. Так. Конечно, сложно придется им. Все. Ну, а мы возвращаемся и исследуем территорию. Территорию штаба. Смотрим. Остался кто в живых или нет. Так. Дробовичок на фокстротили. И потихонечку выползаем отсюда. Блин, да что это такое? За просадочка сейчас была? Непонятно. Ну, ладно. Так. Возьму-ка я Клаву. Блин. На всякий случай. Мало ли. Тут может сейчас один за одним пойдут. Блин. Так. Марлоу освободили. Слушай, а Марлоу интересный персонаж тоже такой. Согласитесь, пацаны. Очень интересный персонаж. Есть подозрение, что он заинтересован в этом. Так скажем. В транспортировке твари на землю. Некую выгоду получит. Там уже действие согласовано. Так, ладно. Подожди. Ну, ладно. Не будем подозрительными, да? Все. В скором времени выясним. Так. Ну, здесь я вроде как еще с прошлого раза все осматривал. Сохранимся перед этим делом. Все. Можно пристать. Вот вам первый труп. Кто такой? Ну, непонятно, кто это у нас. Ага. Отлично. Так. А, там нигерок у нас живой. Да, нигерок. Ну-ка, пойдемте перетрем. Перетрем. Прям как в фильме. Вспоминаем, пацаны. Прям как в фильме все. Так, ну что там случилось? Рассказывай давай. Я смотрю андроиды. Они погибли. Все. Андроиды всех перебили. Не понимаю. Почему? Я не знаю. А вот Сэмюэльс может знать. При чем тут Сэмюэльс? Уэйтс отправил его к Аполло. Надо его найти. А Сэмюэльс андроид? Ты видел Тейлора и Марлоу? Нет. Нет. Тут их тоже нет. Так. Думаю, все ясно. Рикардо. Рикардо. Я пойду за Сэмюэльсом. Ты тут разберешься? Мне нужны глаза и уши. Нет уж. Я тут не останусь. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь сесть за пульт и провести меня? Рикардо. Да. Да, я смогу. Давай возьми себя в руки. Никуда не выходи и никого не впускай. Не останусь. Прикрывай меня. Я за тобой вернусь. Все. Уэйтс. А, по записи мы помним. Вроде как его душил андроид. Душил андроид. Но это ж не Уэйтс у нас. Нет. Уэйтса я не вижу. А, вот он. Вот он у нас. Уэйтс. Бродяга. Да, не повезло. Будешь знать. Ну, конечно, я не злопамятный. Он же нас все-таки на живца отправил. Помним. Да, по прошлой серии. Но все. Все же. Как же вы так не подготовлены? Столько народу. Блин. Еще стволов не было, что ли? Или как вы не смогли справиться? Странно, конечно. Так, батарейки еще остались. Остались. Ладно, давайте аккуратно пробираемся в Сигсон. В Сигсон, по-моему, на транзите, да, мы добираемся? В Сигсон мы с вами доберемся на транзите. Надо посмотреть, в чем дело. Эй, кто здесь? Да, 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 да. Посмотри, иди сюда. Я тебя попочую. Попочую патрончиком, блядь. Во, 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 во. Тишина. Да еще. Да, покряхти, покряхти. В усладу. Покряхти. Блядь, покряхти в усладу мне, блин. Вот это понимаю. Ну, у нас Рипли вообще боевик. Согласитесь. А там негроидные, блин, видели, да? Сразу съехал. Я не останусь тут. Да ты, блядь, возьми себя в руки и прояви характер, блин. Все-таки станция, название Севастополь. Само название за себя говорит. Я здесь не останусь. Так, ладно, хорошо, ребята. Куда нам дальше? В Сикса. Ну, это, по-моему, к лифту надо продвигаться, да? Восстановить подачу энергии. А, вот, вот же проход у нас. Так, секунду посмотрим. Ну да, к лифту надо, к лифту. Блин, ну, на дробовик один патрон. Придется, наверное, револьвер взять. Присяду-ка я. Мало ли, что тут ожидать от кого, блин. Кругом андроиды бегают. Кстати говоря, почему бы нам СВУ не использовать? Пару гранаток. С одной гранаты, по-моему, уничтожают, да? Пару гранаток.